Приветствую вас. Вы отписываете свою ситуацию, как навещанные мысли о парне. Смотрите, нравится коллега по работе, но не привлекает ко мне никакого интереса, я понимаю, что будущего с ним нет. Да и общаться с ним, если он вдруг сейчас начнет что-то проявляться, я уже не хочу. Такое ощущение, что контроль над ситуацией в его руках, он ничего не делает, меня это извиняет бизнес. Итак, вы говорите, что вам нравится парень по работе, коллега, вам нравится коллега. Вот. Вот. Но если коллега по работе вам нравится, Если коллега по работе вам нравится, то он должен вам чем-то нравиться. Он должен вам как-то вызывать интерес, вызывать симпатию и так далее. С вашей стороны, как я понял, с вашей стороны, как я понял, не было фактов, которые бы говорили о том, что человек какую-то активность к вам проявлял. Значит, если активность к вам не проявлял, вам не надо опираться при ответе на вопрос, что это за человек, что он из себя представляет. Тогда, если мы говорим о том, что у вас нет четкого понимания того, что это за человек и какой у него психологический пострет, можно говорить о том, что вы его не знаете. Если вы его не знаете, то, соответственно, получается такая ситуация, что Вами руководят ваши желания. И навязчивые мысли не отпускаются именно потому, что вы не осознаете своих славей. Зачем вам этот парень? Для чего он вам нужен? И какие потребности вы пытаетесь удовлетворить его помощью? И именно поэтому вас это бесит. Потому что он является источником, он является субъектом того, что вам нужно. От него вы этого не получаете. И из-за этого происходит ситуация, при которой вы впадаете в устрации. Вам нужно осознать свои желания, понять их и правильно проектировать поведение по их удовлетворению. И все у вас будет в порядке. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok